Подвальная история, субботник, анонсированное принципиальное решение и другие новости в сегодняшнем выпуске. Сегодня 19 апреля, понедельник. Это реальные новости на канале Страна для жизни. Нажимайте лайки, оставляйте комментарии, ставьте дизлайки, подписывайтесь, отписывайтесь, соглашайтесь, возмущайтесь, если угодно. Главное, не оставайтесь равнодушными. Погнали. Начнем с погребальной истории, которая при всей своей нарочитой абсурдности не может оставаться незамеченной. В субботу во время позирования перед камерами в военной форме и с лопатой в руках незаконно удерживающий власть в стране гражданин Лукашенко рассказал занимательную байку о том, как на него готовилось очередное покушение, а для его детей приготовили погреб в Гомельской области. Это не первая история покушения на жизнь нынешнего диктатора. Перед первыми президентскими выборами для поднятия рейтингов кандидата Лукашенко было исценировано покушение под Лиозно. Согласно официально озвученной версии, в период предвыборной кампании 16 июня 1994 года произошло покушение на Лукашенко. При проезде мимо населенного пункта Лиозно Витебской области автомобиль «Мерседес», в котором находился будущий диктатор и два народных депутата Беларуси, был обстрелен из обогнавшего и прижимающего его к обочине автомобиля. Одна из пуль для остроты истории пролетела в нескольких сантиметрах от головы Лукашенко. Да, в тот день никто не пострадал, но сюжет добавил поддержки и в итоге пострадал белорусский народ и продолжает страдать вот уже 27 год. Однако, кроме официальной версии, есть и та, которая больше похожа на правду. С ней можно ознакомиться, например, в книге Александра Федуты, которого спустя 27 лет обвинят в причастности к планированию переворота и покушению на Александра Лукашенко, и который в 1994 году был членом его предвыборного штаба. Он вспоминал те события в своей книге «Лукашенко. Политическая биография». По его словам, Юрий Захаренко, который в то время также был в штабе Лукашенко и занимался расследованием инцидента, рассказал, что стреляли в стоящую машину и охарактеризовал происшествие как чистейшая разыгранная инсценировка. Эту историю можно найти и в книге «Нашествие», в которой автор под псевдонимом Владимир Матикевич рассказывает о том, что тот самый «Мерседес» расстреливал небезызвестный тогда еще депутат Верховного Совета Виктор Шейман. И вся эта история инсценирована от начала до конца, который, увы, конец еще не наступил. Спустя десятилетия для поддержания рейтингов, в попытке оправдать репрессии и будущее решение, вновь мы слышим историю о покушении. Что примечательно, в этот раз даже без выстрелов. Возможно, потому что ни к одному стреляющему уже нет доверия. Так сказать, сработали на опережение и КГБ, и ФСБ. И в этой клоунаде самое печальное – это обещание Лукашенко реализовать принципиальное решение, над которым он очень долго думал. И которое, по его словам, будет одним из принципиальных решений за четверть века президентства. Поэтому, цитата, «Даже если меня не будет, по-народному говоря только через мой труп, у них ничего не получится». Вопрос первый. Кто эти «они»? Кроме того, что это абсолютное большинство граждан Беларуси и лидеры демократических сил, которых уже госпропаганда назначила террористами, это еще трое задержанных с помощью ФСБ. Адвокат Юрий Зинкович, имеющий двойное белорусско-американское гражданство, белорусский политолог Александр Федута и лидер партии БНФ Григорий Костусев, которые, по словам спецслужб, планировали подкуп военнослужащих с целью организовать госпереворот. Как утверждает кремлевская пропаганда, а ее представители не упустили шанс забить эфиры радостными сообщениями о том, как ФСБ спасли братскую страну, народ и, по их глубокому убеждению, законно избранного. Так вот, российская пропаганда заявила, что все это должно было случиться на параде 9 мая. На том самом параде, о котором в Минске никто ничего не знает и который не был заявлен. А учитывая все новые карантинные ограничения очень вряд ли должен был состояться. Теперь так деваться некуда, придется проводить, демонстрируя бесстрашие народного лидера, видимо там и озвучит свое принципиальное решение, если не раньше. Каким оно может быть? Да, много вариантов. Политологи и эксперты чаще всего говорят о том, что это будет декрет о наделении президиума ВНС, того самого антинародного собрания, особыми полномочиями и придание ему статуса высшего органа управления страной. В этот орган и войдет Лукашенко, не теряя статуса, которым себя наделил, то есть президентского. Фигуру президента и президиум ВНС сделают равнозначными и в случае смерти Лукашенко, скорее всего естественной или очень похожей на нее, режим продолжит существовать в том виде, в котором есть. Это выгодная схема для всех тех, кто уже по уши испачкан в крови, развязывает руки тем, кто собирается испачкаться, а сомневающиеся силовики смогут меньше сомневаться в безнаказанности. При этом многие эксперты говорят о том, что место Лукашенко в случае чего сможет занять, кто бы вы думали? Правильно, следующий в очереди Лукашенко, тот, который старше сын, а после него средний, ну или младший принц. Это только теория, но не безосновательная. Не факт, что принципиальное решение будет выгодно Лукашенко, его отпрыском, впрыском и тем, на кого попало. Выгодно оно будет в первую очередь Кремлю. Представить себе, что ФСБ замешано в этой истории из гуманных побуждений, в смысле спасти жизнь человеку, который уже давно не выгоден Кремлю, не представляется возможным. Что же поимеет Кремль в этой истории? Кремль поимеет всех нас и страну в целом. Лоббируемая Кремлем конституционная реформа нужна для ослабления роли Лукашенко в принятии решений. Кто знает, может быть, если бы он ее уже провел, то и успешное покушение состоялось бы. Если будет озвучен такой декрет, где разыгрывается карта ВНС-ного органа, в котором заседают, кроме назначенных диктатором, те, кого порекомендует восточный сосед, то ситуация для Лукашенко малоприятная. За свою жизнь придется трястись еще больше, ведь он станет помехой для Кремля, устранение которой не помешает выбранному вектору. И тут всплывает еще один вариант. Подписание всех существующих дорожных карт и резкое углубление интеграции без предварительных ласк. Создается, то есть начинает работать старый орган под названием Совет Министров Союзного Государства или Парламент Союзного Государства. Лукашенко занимает, кроме того поста, на который себя насадил, какой-нибудь важный в союзном органе. И тут вдруг оказывается, что согласно дорожным картам, а мы ведь не знаем, что в них, и согласно декрету, в случае смерти белорусского диктатора управления Республикой Беларусь с болью в сердце и скорбью берет на себя высший межгосударственный орган, решениями которого Беларусь в кратчайшие сроки превращается в западную губернию. Вуаля! Получается, что требования об уходе Лукашенко или замысла его ликвидировать любыми путями не приведут ни к чему хорошему для независимой Беларуси. Зачем все это нужно Кремлю? Это риторический вопрос. Предполагать, что Путин руководствуется какими-то благими побуждениями, это как верить в то, что Лукашенко вдруг сказал бы 9 августа, я признаю, что проиграл выборы, я ухожу. Амбиции и желания обезумевших от власти и вседозволенности не иссякаемы. Говорить о том, что Беларусь Кремлю не нужна, так как она станет очередной проблемой похлеще Украины, не приходится. Нужна и Беларусь, и Украина, и победоносная война. Но это уже совсем другая история. А к изложенной отлично подходит цитата от автора книги «Нашествие», о которой говорилось в начале. «Согласитесь, нелегко жить в эпоху перемен. Для нас, живущих в Беларуси, это смутное трагическое время кажется бесконечным. 26 лет назад на нашу страну началось настоящее нашествие. Нашествие безнравственности, воинственного невежества, хамства и лжи. Именно ложь и несбыточные обещания, облаченные в бесстыжую демагогию, парализовали сознание простых людей, застали врасплох их души. Сон разума рождает чудовище». Выходные интернет облетела видеозапись, на которой видно, как какие-то имбецилы избивают отца, затем выбрасывают из коляски ребенка. Детское транспортное средство было оснащено БЧБ-флагом. Пронеслась волна негодования и возмущений, затем проснулась рациональность и начались споры. Кто же мог устроить такую постановочную провокацию? А чуть позже стало ясно, что и гадать не надо было. Обезумевшие лукашисты инсценировали сцену насилия, чтобы запугать тех, кто продолжает бороться с режимом. Мол, смотрите, даже дети нас не остановят. Хотите, чтобы и вашим ребенком тоже вот так вот, чтобы им было всем вот так вот? Не хотите? Тогда смиритесь и подчинитесь. Как там часто любят повторять окончательно поехавшей крышей подвально-погребный пересидент? Детей в политику впутывать запрещено. Стоило бы, конечно, со своих начать. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия объяснил, почему из страны нельзя вывозить пшеницу, гречиху, кукурузу и другие злаки. По его словам, в стране в приоритете не торговля зерном, а его переработка. Трехмесячный запрет ввели, чтобы получить продукцию, которую планировали. То есть торговать больше нечем, хорошо, если на хлебушек хватит. Как там говорил один старик? Муки у стране на три дня, зерна на три месяца. И еще немного о правильном питании. На днях жительница Могилева решила побаловать себя ветчиной торговой марки «Умный выбор», которую выпускает торговая сеть соседей. Купила, принесла домой, начала резать и наткнулась на кусок железа. По словам могилевчанки, обращение в торговую сеть и к производителю результата не дали. А чего жаловаться? Ведь железо – важный элемент для организма человека. Да и толку жаловаться, ведь виноватых никогда нет. Хотелось бы услышать официальный ответ производителя. Например, железный предмет не мог попасть в колбасу на заводе. Затем от торговой сети мы ничего не подсовывали. Значит, виновата сама могилевчанка, которая решила устроить железную провокацию. А это попытка подорвать репутацию колбасной отрасли страны. Можно и срок получить. Колбасная история прилетела и из Гродно. Неприятную находку обнаружила гродненчанка в купленной в магазине «Светофор колбасе». У меня нет слов. Колбаса куплена в светофоре. Открылась и час. Ночь. Жор напал. Но после такого мне совершенно есть перехотелось. Дорогие производители, тем более РБ. Но неужели вам глубоко все равно, что вы производите и что туда попадает? Сомневаюсь, что по составу эта часть принадлежит курице или свинье, пишет возмущенная покупательница. В общем, защита прав потребителя укладывается в поговорку «Когда я ем, я глух и нем». И нечего тут рот открывать и жаловаться. А в стране не только с зерном проблема, но и с мясом. Если кто-нибудь подумает, что это все новости на сегодня, то расстроим вас нет-нет, далеко не все. Но в целях экономии вашего времени и психического здоровья на сегодня все. Хорошей вам рабочей недели. Синоптики говорят, что хорошей погоды в стране осталось на три дня. Поэтому гуляйте, дышите свежим воздухом и помните, мы то, что мы едим. Важно тщательно пережевывать и не проглатывать порции лапши из телевизора. До встречи. Привет всем, кто смотрит канал «Страна для жизни». Привет, ребята. Вы смотрите канал «Страна для жизни», нет? Отлично. Значит, нас смотрят, это здорово.